Всем добрый день! Сегодняшнее видео я хочу посвятить вопросам ухода за кожей зимой. Именно вопросам, которые очень часто возникают у людей, которые спрашивают, а можно ли пользоваться зимой, например, увлажняющими сыворотками или кремами, а как наносить и когда наносить какие-то средства на кожу, что безопасно, а что небезопасно использовать, когда нас окружает мороз и резкие перепады температур. Первый вопрос, это самый распространённый, можно ли пользоваться увлажняющими сыворотками, особенно интересует людей, можно ли использовать гели в зимний период. Использовать можно, но обязательно нужно наносить эти средства за полчаса до выхода на улицу. Ну, вообще логично, температура нашей кожи в среднем 36,6. Мы не хладнокровные, не рептилии, и у нас температура тела никогда не будет приравнена к температуре окружающей среды. Поэтому льда у нас на коже быть не может. Но если мы нанесём, например, непосредственно перед выходом на улицу, и кожа будет влажная, то она попросту обветрится. И это как раз очень сильно нарушает барьерную функцию. Поэтому всегда нужно наносить не только гелевые сыворотки, но и кремы, в том числе питательные кремы, и кремы даже, которые защищают от мороза, практически не содержащие водные фазы, всё равно за 30-40 минут до выхода на улицу. Ещё очень часто встречается вопрос, как решить проблему обезвоженности зимой. Потому что работа отопительных приборов приводит зачастую к достаточно сильной потере влаги, трансэпидермальной потере влаги и обезвоженности. Кожа начинает испытывать чувство стянутости, сухости, начинается шелушение. И даже обладатель самой жирной кожи может стать при этом обладателем кожи обезвоженной. Вот как раз в такой ситуации нам в помощь, с одной стороны, сыворотки, которые глубоко увлажняют кожу, они должны содержать в своём составе, например, низкую или ультрамолекулярную форму гиалуроновой кислоты, ну как, к примеру, в гельтековском интенсивом омоложении или в 3D-увлажнении. Они могут содержать барьерные какие-то компоненты. То есть это могут быть, допустим, такие компоненты, как фукогель, биосахаридная смола, это может быть хитозан, это может быть высокомолекулярная гиалуроновая кислота, которые создают на поверхности кожи плёночку, которая удерживает влагу внутри. И при обезвоженной коже, конечно, нужно под защитный крем, под жирный, питательный крем, если мы его используем, наносить обязательно такие глубоко увлажняющие средства. Особенно хорошо эти средства использовать на ночь, когда нам всё-таки не нужно идти на мороз. Какие ещё могут быть нюансы применения каких-то средств зимой? Существуют просто питательные кремы, а существуют колд-кремы. Как правило, эти колд-кремы, защита от мороза, они содержат очень богатую масляную фазу. Они создают именно барьер на коже, который, собственно, не даёт морозу так сильно разрушить гидролепидную плёнку. К сожалению, эти все компоненты колд-кремов, они достаточно комедогенные, потому что в составе колд-кремов мы можем запросто встретить парафин, можем даже встретить вазелин, хотя он не очень желательный. Лучше, конечно, в составах его избегать. Мы можем встретить минеральное масло, можем встретить массу каких-то натуральных масел, ланолин. И это не говорит о том, что мы, обладая, например, жирной кожей, склонной к закупориванию упор, не должны их использовать в мороз, если, к примеру, мы идём на лыжную пробежку. Нужно просто хорошо их смывать после того, как мы пришли домой. Нужно использовать такое же очищение, как бы мы смывали какой-то плотный макияж. То есть двухфазное. Сначала жиросодержащим каким-то очищающим средством, гидрофильным маслом, молочком, снять колд-крем, а потом уже дочистить кожу обычным очищающим гелем или муссом. Кроме того, естественно, нужно обязательно завершать очищение тоником, чтобы быстро восстановить плаш, быстро помочь барьерной функции восстановиться, и чтобы кожа не испытывала дефицит влаги. Как защититься от мороза? Очень часто спрашивают при этом не забить поры. Как наносить вообще эти средства, в том числе колд-кремы? На самом деле, такой лайфхак. Мы действительно меньше забьём поры каким-то барьерным средством, если под него действительно нанесём увлажняющую сыворотку. Всё это делается со 30-40 минут до выхода на улицу. И ещё один лайфхак. Когда мы очищаем кожу от вот этого плотного колд-крема, не умывайтесь просто руками, а возьмите, когда уже на этапе очищения гелем вы убираете с кожи загрязнение остатки вот этого колд-крема, возьмите влажное полотенчико или какую-нибудь салфеточку, вот наподобие такой, которая продаётся в рулонах, и ей смывайте вот это вот средство с кожи. И трение мягкое, вот этого мягкого нетканого материала, или вашего полотенчика влажного с кожи, оно дополнит эффект. Ну и, соответственно, ещё один лайфхак, потому что очень часто жалуются на то, что не только лицо, но и тело сохнет из-за работы отопительных приборов, главным образом, в зимний период. И ещё одним лайфхаком я считаю использование необычных гелей для душа в зимний период, а тех средств, которые изначально зачастую предназначены для пациентов с атопическим дерматитом. То есть это масла для душа. Ну, самые такие распространённые делают аптечные марки, а-ля Биодерма, или Рош-Позе, или АВН. То есть есть в Биодерме очень хорошее масло от Адерм, есть в АВН и Ксерокальм. Вот эти вот мягкие, очищающие на масляной основе средства, они кожу тела не так сильно пересушивают и обезвоживают. Поэтому, в принципе, можно это использовать как такой бонусный лайфхак уход за кожей тела в зимнее время. Если у вас возникнут ещё вопросы, буду очень рада вашим комментариям, постараюсь ответить на вопросы. Ставьте лайк этому видео, если оно было вам полезным. Подписывайтесь на наш канал. И до встречи в следующих видео. Субтитры подогнал «Симон»!